Привет, друзья! У нас тут до сих пор стройка, так что вещаем откуда попало. Сегодня попало вещать с просмотровой. Сегодняшняя передача, что называется, по вашим письмам. Вы пишите, мы отвечаем. Написал нам некто Сергей. Привет, Сергей! Написал он нам вот что. Как вы, то бишь мы, относимся к роману Андрея Подшибякина «Игражур». Андрей, известный в прошлом автор журнала Game of the, рассказал об изнанке, понимаете, игру журналистики. Было бы интересно узнать по этому поводу ваше, то бишь, наше мнение. Мне тоже стало любопытно узнать свое мнение, тем более, что Андрей, автор, известный не только в прошлом, а книжки такой я не читал, есть такой грешок. Так что я прощерстил интернет и нашел ее на сайте автора, вернее, не на сайте, а на блоге автора, ну какая разница. Так что сегодня мы, я и вся страна, и самая добрая межгалактическая программа виртуальных развлечений, все мы читаем книжку «Игражур». Я тут себе кое-что написал, потому что это не та классика, что вы помните, как мне подсказывают коллеги. Скачивая роман, я долго маялся. Как построить передачу? Очевидно, для того, чтобы обсуждать книжку, ее должны для начала все прочитать. Извините, еще разок. Скачивая роман, я все маялся. Как построить передачу? Ведь очевидно, для того, чтобы, извините, еще разок, стрелял в глаза. Скачивая роман, я все маялся. А что я маялся? Скачивая роман, я все маялся. Как построить передачу? Для того, чтобы обсуждать книжку, ее, наверное, нужно прочитать. А вы вполне могли запросто и пропустить этот самый роман. Так определяет его сам автор, и мы пока примем это определение. Мне неизбежно придется этот самый роман пересказывать, а кратко пересказывать роман, это все равно, что, ну, не знаю, там, оперу перепевать в телефонную трубку. Но, как выяснилось, мои страхи оказались напрасны. Итак, роман Андрея Подшебякина «Игражур». Главный, он же единственный герой. Толик Черепанов. Какой Толик-то? А, Юрик Черепанов, десятиклассник из каких-то малых ебеней под названием «Западно-сибирск». Однокашники вместе с автором, да, пожалуй, все-таки стоит перечитать. Ну, ладно, не будем перечитывать, идем дальше. Значит, Однокашники вместе с автором кличут его гноем, а сам он величает себя даркскул, ака Череп. Я его буду звать Юриком все-таки. И вот этот самый Юрик в школе и дома пристает полным ничтожеством, проходами никто не дает. И вот единственная отрада в его убогой жизни это журнал «Мания страны навигаторов». Собирает мне образ «Сами понимаете чего». А если не понимаете, то намекают до тех, кто в бронепоезде. Собирает мне образ «Навигатор игрового мира», «Игромании» и «Страны игр». Теперь, надеюсь, всем понятно, о чем намек. Такой вот пласт заложен. Второго смысла. Да, так вот, на этот самый журнал Юрик откладывает деньги со школьных обедов. Раз в месяц бежит к ларьку, покупаясь, сдирает в целлофан, зачитывает от корки до корки и пишет письма загадочной Анне, которая ведает в этом журнале связью с общественностью. Воображение рисует Юрику дворец из стекла и бетона, умудренных какой-то высшей мудростью авторов и вот эту длинноногую красавицу. А действительность подсовывает его унижение, скуку, разочарование, еще хер знает что. Ну, в общем, обычная жизнь 12-летнего неудачника, которую автор зачем-то перетащил в 10-й класс. Купив новый номер мании страны навигаторов, Юрик обнаруживает, что в журнале напечатано его письмо. После этого он с непривычки в первый раз, естественно, напивается, напивается и бедокурит на школьной... Пожалуйста, перечитаем. Купив новый номер мании страны навигаторов, Юрик обосрался от радости, короче говоря, напился в жопу на дискотеке, там, на какой-то... Так, еще разок. Купив новый номер. Господи, мании страны навигаторов, Юрик обнаруживает, что в журнале напечатано его письмо. Он от радости напился, неумело, поскольку в первый раз набедокурил в школе, на дискотеке, его из этой школы выкинули, и он, ничтоже сумняшись, решил отправиться на покорение Москвы. Станет он игровым журналистом и заведет роман с длинноногой красавицей Анной. Как он прибывает в Москву? Я вообще разговаривать об этом не буду, а то, не дай бог, вы едите. Может, знаете ли. Начнем мы сразу с Москвы. В Москве выясняется, что никакого дворца из стекла и бетона не существует, а существует маленькая такая подсобка, какой-то полуподвал, неизвестно где, в жопе мира, на окраине Москвы, и что кумиры Юрика, это оказывается, сальные, немытые подростки в прыщах и пластмассовых очках. А, кстати говоря, Анны вообще никакой не существует, потому что под этим псевдонимом скрывался какой-то задрот с бородавкой на полщики. Так, что-то дальше-то, да? Задрот с бородавкой. Да, Юрик от неожиданности напивается второй раз. После этого вот это бородавочное воплощение Анны предлагает ему вместе снимать, квартиру вместе снимать. Главный редактор разрешил написать статью в журнал. Все, книжка заканчивается, на этом книжка заканчивается, да. Вот, ну, есть еще там всякие бытовые сценки, но которые они к обличительному, совершимому роману никакого отношения не имеют, и написано без искусства. Возникает резонный вопрос, и что? Возникает, естественно, резонный ответ, и ничего. Но погодите, дорогие мои друзья, потому что если прочитать вот этот вот роман, да, это почти весь он, второй раз, исключительно из профессиональных, подчеркиваю, соображений, потому что никакой эстетической, художественной ценности он не несет, социальной тоже, то становится понятно, о чем идет речь. Очевидно, что роман с таким обличительным названием он должен обличать. Он должен описывать беды, игровой журналистики, наверное. Ну, как там в романах бывает. Ну, понятное дело, что игровая журналистика не имеет у нас, как и подобно там морской свинки, я не знаю, женщине математику, она не имеет никакого отношения ни к свиньям, ни к математике, ни к игровой журналистике, я хотел сказать, да, переговорим. Очевидно, что роман с таким обличительным названием он должен что-то там обличать. Игры он должен обличать, а не журналистику он должен обличать, потому что бед у нее много, и никакого отношения ни к игровой, ни к журналистике она на самом деле не имеет. Беды есть, это так, они, к сожалению, есть, они не сводятся к тому, что члены редакции пьют водку на рабочем месте, закусывают маринованными огурчицами, кабачками они закусывают, да, Господи, классику ж напутал. Значит, члены редакции пьют на рабочем месте водку с маринованными кабачками, не моются по 4 месяца к ряду, о чем с пафосом протестантского проповедника, автор заявляет, чуть ли не на каждой странице, это все, это все беды игровой журналистики. Ну, здрасте, просраться, да. Андрею ничуть не хуже, чем мне, известно, в чем эти беды действительно заключаются, однако в книжке упоминаются только нестирные носки главного редактора. О чем же сочинение, спросите вы? Да о самом Андрее Подшебякине, который на протяжении семи глав рисует свой собственный карикатурный портрет. Посмотрите сами, юноша приезжает из Ростова, покоряет в Москву, что-то там там покоряет, это устраивается. Пишет потом роман о 29 страницах, роман, опять-таки, с провинциальной наглостью. И вот что? Да, о 29 страницах. Книжица, он гордо именует ее романом. Я, конечно, не говорю про объем, а в конце концов, мерить эстетическую ценность произведения количеством страниц, это все равно, что измерять ум объемом мозга. Но все равно я доводу... Я довожу до сведений автора, что роман, это, знаете ли, жанр, он подразумевает определенное число, я не знаю, там, героев, сюжетных линий, и выдавать за него брошюру с более-менее выписанным одним персонажем и повествованием прямым, как кишка, это попахивает, знаете ли, объективными статьями из маленьких страны, господи, навигаторов. Также еще в ЖЖ есть призыв Андрея к издательству от Маргином опубликовать там его опус. И это предлагает ненавистник речевых штампов и автор строк в этот момент реальность вылила на него очередной ушат воды. Это он предлагает издательство, которое печатало Мазоха, Ницше и Кавку. Губани дура. Безудержное презрение, дорогие друзья, это оборотная сторона себя любия. А настоящему автору для того, чтобы что-то путное написать, кроме себя, нужно любить еще и окружающий мир. Иначе на смену романам приходят пасквили. Такая же часть масс-культуры, как явления, против которых они направлены. Массовая культура презрительно жует сама себя, как, знаете, змея, которая пожирает свой хвост. Ну, туда и дорогу. Если уж вы очень хотите почитать этот роман, а это не займет много времени, там, Силы часа два, роман, то вы можете зайти в ЖЖ Андрея Подшебякина и прочесть там вот этот самый роман о Юрике Черепанове АК Dark School ЖЖ Андрея Подшебякина АК Evil Nizia Пишите на Правда, как всегда, собака gamesdefestivit.ru Ну и все, до следующего четверга. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok